Приветствую. Не задумывались ли вы о том, что, может, вы не человек, а собака, например, или шкаф какой-нибудь? Нет? Не задумывались? Не думайте, что я сейчас буду говорить о чем-то сверхъестественном. Ни в коем случае. Предмет моих размышлений – это реальность, и только она одна. Ну, так что, вы не задумывались? Вернемся к этому вопросу в конце видео, а сейчас я предлагаю обсудить то, что, собственно, меня заставило задать вам эти вопросы. Речь идет о, думаю, многом, многим известном произведении Михаила Булгакова «Собачье сердце». Здесь мы будем обсуждать не столько само произведение, сколько те мысли, на которые оно меня натолкнуло. Но на всякий случай напомню сюжет. Ученый, профессор Преображенский, открыл секрет омоложения людей и успешно проводит операции по омоложению у своих пациентов. Ну, жил бы себе дядя спокойно, горе бы не знал, но нет, он решает провести эксперимент по пересадке собаки, человеческих гипофиза и семейников. Он берет эти органы у недавно умершего алкоголика, профессор приводит к себе в дом бездомного пса, которого именует Шарик, проводит эту операцию и наблюдает. Ну, что ж, собака стала превращаться в человека. Она стала превращаться по поведению именно в того самого хулигана-алкоголика, у которого были взяты органы. Новоиспеченный человек, но вопрос, человек ли, стал называть себя полиграфом-полиграфовичем Шариковым. Устроился на работу по так называемой чистке улиц. Он занимается тем, что уничтожает ненавистных ему котов. Шариков отличается величайшей дерзостью, безбашенностью. Он стал совершенно непредсказуемым. Его действия теперь ничему не подчиняются. Он – это олицетворение хаоса. И он стал представлять угрозу для профессора Преображенского, его шайки и вообще всех остальных людей. Преображенский вынужден усмирить свое творение, поэтому делает обратную операцию по превращению Шарикова в собаку. Ну, здесь можно было бы поговорить о том, что делает человека человеком, что делает, чем он отличается от животного, что такое нравственность, что такое шариков. Но на моем канале уже есть видео обо всем этом, так что, если вам интересен именно этот аспект, то переходите к моим прошлым видео. Здесь же я хочу сделать акцент несколько на ином. В целом, это классический сюжет в литературе. А именно, голем. Голем – это сотворенное человеком из неживой материи живое существо. Самые известные литературные големы – это Гомункул в Фаусте, Френтгенштейн у Мэри Шелли, ну и, конечно, Шариков у Булгакова, куда же без него. Это некий образ творения, которое покусилось на самого творца. Образ человека, возомнившего себя богом, человека, возжелавшего разгадать тайну творения. Так из ничего получилось нечто. Существо профессора Преображенского отличается от классического голема лишь тем, что это существо создано уже из живой материи. Живой собаки пересадили что-то от человека. Барменталь, ассистент профессора, утверждает, что именно гипофиз определяет образ человека, что гормоны гипофиза – это гормоны облика человека. Неважно, насколько это резонно с научной точки зрения, важно то, что, по его мнению, личность человека находится в этом участке мозга. Ну, в общем-то, человек – это лишь мозг. Стандартное научное утверждение. Но предлагаю разобраться. Итак, утверждают, что мозг и другие органы человека – это сам человек. Что личность человека – это его сознание, а сознание – это мозг, а мозг – это клетки. И так до бесконечности. Но разберемся. Эта аргументация не совсем моя, но очень неблизкая. Когда мы говорим, что торт состоит из сахара, муки, яиц и молока, то это ни в коем случае не значит, что сами яйца, мука, молоко и сахар – это торт. Все эти ингредиенты должны быть смешаны и приготовлены определенным образом, чтобы получился торт. Значит, торт – это не просто ингредиенты. Это еще и нечто, что эти ингредиенты определенным образом оформляет. Температура в духовке, воздух, время, человеческий разум. Но есть ли все это соединенное вместе, то есть молоко, яйца, что там, мука, сахар, температура, воздух, человеческий разум – является ли все это вместе тортом? В том-то и дело, что нет. Торт – это материя, оформленная в качестве торта. И плюс идея торта. Следовательно, невозможно свести сущность вещи к тому, из чего эта вещь состоит. Шкаф состоит из дерева, но нельзя сказать, что дерево – это шкаф. Нельзя сказать, что раз картина состоит из красок и холста, то картина – это только краски и холст. Нет же. Но вот тоже и с человеком. Человек – это в том числе и органы, но не только они. Логически неверным будет утверждение, что органы человека – это, собственно, сам человек. Ну и думаю, тут понятно. Дальше. Мы утверждаем, что личность человека находится в его мозгу, а мозг – это набор клеток. А клетки состоят из атомов. Значит, человек – это атомы. Ладно, ну послушайте. За 7 лет клетки организма полностью обновляются. В том числе и клетки мозга. И если личность находится в мозге, то наша личность бы менялась каждое мгновение, и мы бы не могли серьезно утверждать, что мы – это, собственно, мы. Каждый раз при смене состояния материи возникали бы новые мы. Но этого не происходит. Несмотря на регулярные обновления клеток в нашем организме, мы остаемся сами собой. В нас есть то, что делает нас неизменными. То, что давлеет над материей. Это наше «я», наша личность. Личность, которая не может быть сведена исключительно к материи. Да и потом, говоря, что мы – это мозг, а мозг – это клетки, мы впадаем в логическую ошибку определения через неизвестное. Ну вот, что такое Катя? Катя – это человек. Нет, Катя – это женщина. А что такое женщина? Женщина – это человек. И так далее. Но неужели любой человек – женщина – это Катя? Вовсе нет. Ну, может, я заблуждаюсь. Я же предупредила, мы тут совсем не собачье сердце обсуждать будем. Другой вопрос, который бы мне хотелось обсудить. Судьба творения. Профессор Преображенский создал нечто, что он не может контролировать. Это судьба любого творчества человека. Как только творение выходит из-под пера творца, оно, по сути, перестает ему принадлежать. Оно перестает им контролироваться. Оно всецело зависит от взглядов окружающих, от их перцепции. Люди, которые, например, работали на протяжении многих столетий в области науки, выработали общими усилиями то, из чего впоследствии сделали атомную бомбу. Принадлежат ли им их открытия? Сомневаюсь. Не в полной мере, по крайней мере. Ух ты, как прикольно. Любое сказанное нами слово, любой наш жест, все это интерпретируется, все нам не принадлежит. Это тоже своего рода творение, вышедшее из-под контроля, которое уже не наше. Это творение уже свободно. Как только ваше слово вылетает из ваших уст, оно, по сути, перестает быть вашим. Оно становится объектом интерпретации других людей. Наш вид, наш жест, наша мысль, наша энергия. Все это уже не наше. Это плоды интерпретации других людей. Мы разбросаны по этому миру. Мы это частички, которые даже нам не принадлежат. Мы это то, как нас видят другие люди. Для каждого человека мы не одна и та же личность. Мы созданы в прямом смысле другими людьми. Нас нет самих по себе. И даже то, что мы думаем о себе, это интерпретации других людей о нас. Но как тогда понять нашу истинную сущность? Где тогда мы? Мы рассеяны по миру. Может, нас просто не существует? Может, нас просто нет? Ну ладно, это шутка. Да, мы поле для интерпретации других. Но что другие люди интерпретируют? Все люди вокруг интерпретируют по-разному нечто единое. Они ведь не могут на пустом месте из ничего начать интерпретировать. Не могут. Есть некое изначальное «я», на котором основываются все эти интерпретации. То, о чем мы только изредка догадываемся, то, о чем мы думаем, то, как мы прозреваем, то, что мы думаем о самих себе лишь моментами, не значит, что нас самих не существует. Если мы сомневаемся в том, что мы есть, значит, мы уже есть. К сожалению. Или не к сожалению. Я пока не решила. Когда решу, я вам сообщу. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok